Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала в Ютубе! Сегодня, конечно, для большого круга людей, я надеюсь, будет моё видео о коронавирусе. Я хочу поставить точки во многих вопросах, спекуляции на эту тему, объяснить всё. Но для этого хочу сказать для моих зрителей новых, что я Фролов Юрий Андреевич, меня зовут, я биолог, я аналитик. И веду блог в том числе, хотя и много других направлений деятельности у меня, в том числе по здоровью. И поэтому слушайте сегодня, что я расскажу. Во-первых, я расскажу историю вопроса, откуда ноги растут, кто виноват, что называется по-русски, и что делать. То есть, как уберечься, что это за проблема, раздута ли она или нет, какие последствия социальные, какие последствия экономические будут. То есть, прогнозы я наперёд скажу. Я расскажу, что же такое вообще коронавирус и какие коронавирусы бывают. Каковы пути заражения и что нужно знать каждому человеку. Почему смертность от коронавируса выше, чем от других видов инфекционных заболеваний и вирусных в том числе. Ну и, соответственно, меры, профилактика, гигиена и лечение. Прогнозы и так далее. Начнём с истории вопроса и, собственно говоря, что же такое коронавирус. Итак, коронавирус, он не один. Их десятки, даже сотни видов и модификаций. Даже несколько родов существует коронавирусов. Коронавирусом заражаются не только летучие мыши и кто их поедает, но и многие виды других животных, в том числе рыбы, в том числе птицы. Конечно же, сейчас проблема идёт из Китая. Итак, небольшая история вопроса. Ещё в 60-х годах были известны коронавирусы. Ещё в 80-х годах была проведена серьёзная классификация и уже были эпидемии меньше, конечно же, масштабов. Вирусы, в том числе коронавирусы, постоянно мутируют и переходят, в том числе от животных к другим животным и к человеку, как сейчас это происходит. Иммунитета к новому виду штамма коронавируса нынешнему пока у людей во всём мире нет. И потому именно количество смертей от 3 до 5%. В Италии это сейчас 5%, в других странах примерно около 3%. На данный момент времени, на сегодняшнее число, около 110 тысяч заразившихся во всём мире и около 3700 погибших. Ну вот по этой статистике можно судить. Да, некоторые нам уже говорят, ну вот, гриппом-то заражаются в тысячи раз больше людей. И в год смертей от гриппа простого любой модификации гораздо больше, чем от коронавируса. И это правда и нет. Давайте разберёмся. Во-первых, да, гриппом заражаются людей в сотни, в тысячи раз больше, каждый год. И смертность в тысячах, в десятках тысяч гораздо выше пока. Но дело в том, что смертность от любых видов гриппа, например, да, всего 0,5% в средней величине, а здесь уже 3, 4, 5% гораздо выше, потому что человеческая популяция пока не имеет иммунитета. Коронавирусы будут и дальше. А они будут модернизироваться. Да, коронавирус нынешней, его модификация идёт непосредственно от летучих мышей. Но надо понимать, что летучих мышей в природе поедают и мангусты, и змеи различные, ну и, соответственно, еноты. А их уже китайцы тоже потребляют в пищу. Вот эти рынки, которые показывали в известном вам уже городе, как и на других сотнях рынках Китая и других стран мира, особенно Юго-Восточной Азии, где, во-первых, концентрация населения колоссальная, гигиены нет, антисанитария страшная, трупы отхода выкидывают, собственно говоря, где это всё гниёт, разносятся через воздух, скучность населения огромная. Вы видели, как животные вот в клетках сидят, друг с другом контактируют, куча фекалий, мочи, через которые передаются вирусы в том числе, да, а едят эту так называемую пищу, плохо проваренную, прожаренную, фактически иногда и сырую. Вы могли это видеть, да, уже не раз. Так вот, всё это поедая, вирус проходит к человеку. А именно к этому, к новому виду коронавируса нет пока приобретённого иммунитета и врождённого тем более. И потому эпидемия пошла, ну, что называется, в больших масштабах. И нет ничего удивительного, что рано или поздно эпидемии возникают и возникали раньше и будут впредь возникать, пока человек не будет соблюдать правила гигиены и пока он будет издеваться над животными. Да, сразу скажу ещё важный момент. Испанка, которая в начале 20 века поразила и уничтожила миллионы людей несопоставимо по жертвам, ну и тогда правила гигиены и соблюдение мер безопасности, гигиены, контроля, санэпиднадзора, ну, его не было вовсе практически по отношению к тому, что сейчас. Если бы коронавирус сейчас таким же образом был попущен в широкие слои, ну, тем более была бы война мировая, тогда бы он тоже достиг колоссального количества жертв своих. Не меньше, возможно, чем та самая Испанка, которая была в Первую мировую войну. Просто тогда меры безопасности почти не соблюдались, правила гигиены не соблюдались. А посмотрите, как сейчас реагирует правительство Китая, надо сказать, на 5 баллов. Они отцепили всё, сделали некую блокаду, меры жёсткие, но они необходимые для предотвращения развития эпидемии. Они справятся с этим, кстати, там как раз на спад пошло. Ну, по крайней мере, стагнация нет, геометрической прогрессии, роста. Как это бывает при эпидемиях бесконтрольных, да? То есть, соответственно, меры жёсткие. Не буду о них говорить, вы все видели по телевидению, молодцы китайцы. Да, они построили новые лаборатории, они начинают производить вакцину, скоро пока её не существует, но тем более важны меры профилактики безопасности. Ну, а что произошло дальше? Да, в изоляции оказался город, сопоставимый по численности населению с Москвой. Меры беспрецедентные, блокада полная, ну, соответственно, контроль. И это правильно. А что же это за новый коронавирус, который вот сейчас по миру гуляет? А это как его родственники, другие коронавирусы, которые поражают лёгкие и вообще дыхательную систему, да? Если в самом начале заболевания легко человека вылечить, то в его запущенной стадии трудно. И почему смертность выше? Вот это я вам сейчас объясню. Дело в том, что коронавирус поражает всю дыхательную систему, вплоть до альвеол. Альвеолы – это такие микроскопические пузырьки с воздухом, где происходит как раз газообмен. То есть, между дыхательной и кровеносной системой, да, в лёгких. То есть, когда между альвеолами лёгких и капиллярами кровеносной системы происходит газообмен путём диффузии, то происходит следующее. Коронавирус вот этими своими резаками, похожими на корону, продырявливает, вклинивается в слизистую оболочку. Он, кстати, естественно, распространяется в серьёзнейшей прогрессии, если не лечить. И доходит до этих самых альвеол лёгких. И тогда делает перфорации между стенками, вот этими мембранами альвеол и капилляров. И происходит следующее. Кровь заходит в альвеолы со своими всеми форменными элементами, плазмой, ну то есть полностью кровь. И как бы затапливает. Газообмена не происходит. И человек просто задыхается от недостатка кислорода, потому что газообмен ухудшается в разы. И на кого это действует в первую очередь? Кто подвержен более всего зоной риска? Это люди пожилого возраста, у кого ослаблен иммунитет. Почему мужчины в основном поражаются? Потому что в основном курят. Особенно те, кто курит, это в первую очередь страшное дело, потому что лёгкие. И так газообмен ухудшается, они ещё и курят. А это гиоготь, сероводород, другие газы, токсичные вещества, канцерогены. То есть это первая группа. Соответственно, это те люди, которые перенесли уже серьёзные заболевания. Заболели какими-то другими бронхолёгочными или имеют туберкулёз и прочие серьёзные заболевания. Те люди, у кого есть хронические почечные заболевания, заболевания печени, сердечно-сосудистые системы и так далее. Вот это огромная зона риска. А молодой, крепкий, сильный организм, по крайней мере, скорее всего, не погибнет от этого вируса. Да, кстати, почему именно зимой в основном происходят респираторные, вирусные особенно заболевания, гриппы? Почему? А потому что зимой иммунитет слабее, нет многих тех продуктов, которые содержат те или иные витамины и другие важные элементы питания, которые есть, скажем, летом или тем более осенью. А вот зимой запасы и в организме заканчиваются, и, соответственно, солнце меньше, меньше витамина Д3 и так далее, и так далее. И плюс скучность населения в банях, больницах, ну, естественно, и в других местах общественных, кинотеатрах, там, да, чем летом, когда кто-то на курорте, кто-то на даче. Большинство жителей нашей страны там на природе и так далее. И все-таки скучность людей в городах уменьшается. Ведь где начинаются все эпидемии? В этих рассадниках заразы. Города – это неестественное образование на теле планеты. И когда происходит скучность, как на птицефабриках, например, когда куры, скажем, сидят друг к другу, вот так, что называется, задница к заднице, в миллионных количествах, конечно же, там происходят эпидемии. В природе эпидемии называются эпизоотии. А у человека это эпидемия. Это то же самое только у животных и у человека, да. И вот, когда скучность – это главный фактор распространения инфекций. И, кстати, главный фактор – мутации, возникновение новых штаммов, новых вариантов тех или иных старых забытых инфекций. И то же самое происходит, когда к летучим мышам тот же штамм приходит, возвращается, у них возникает модификация в их организмах в течение тысяч, сотен тысяч, миллионов лет. Происходило приспособление, они сами не погибают, но являются носителями и культиваторами новых модификаций вирусов. Да, например, и так со всеми вирусами. Поэтому изначально от животных к человеку пришли все вирусы однозначно. И когда человек стал потреблять животных в пищу, тем более, содержать в сгущенных условиях для потребления собственного, то природа дала человеку как бы вот эту обратную связь в виде последствий такого изуверства, такого варварского, ужасного отношения к животным. Поэтому имейте в виду, это еще такая причинно-следственная связь, если хотите, кармическая, помимо биологической. То есть, соответственно, человек так поступает к природе, к животным, поэтому природа воздает ему за такое ужасное отношение к вообще природе и к животным в частности. И это прямая зависимость. Итак, раздута ли эта проблема? И да, и нет. Конечно, современные власти всего мира могут использовать в своих целях вот эту проблему, которая сейчас, в общем-то, берется с одной стороны под контроль, а с другой стороны не совсем. И так китайцы едят все подряд. Понятно, многие из них не все. И хоть город взяли под контроль и другие провинции, но вирус распространился по Корее, другим странам Юго-Восточной Азии, но добрался сейчас и до Европы, до США, до других стран, Ближний Восток, многие страны. Например, Иран и не только. Сейчас уже Германия, Франция, Италия и другие страны будет еще не то, да? Теперь, долгое время в России не было коронавируса, по крайней мере, по той официальной информации, которую нам объявляют. Но в принципе это неудивительно. Были приняты определенные меры, и люди сами понимают бояться, но тем не менее никто не ожидал, как у нас-то водится, что в Европе будет проблема. А у нас очень много людей в Италию ездит. В Италии огромная диаспора китайская. И там есть такие гетто, которые, собственно говоря, ну как анклавы, которые власти тоже практически не подконтрольны, как у нас, скажем, на Дальнем Востоке или в Сибири. Есть такое в Италии на самом деле. Так вот, естественно, коронавирус попал туда, безусловно, поскольку большая китайская диаспора. Начал гулять, меры предосторожности вовремя не приняли, а сейчас уже некоторые районы, например, Ломбардия, взята фактически под осаду, под контроль государства, под тотальный. Ну и другие провинции в скором времени тоже будут взяты. Это миллионы людей. Скоро в этой изоляции окажутся десятки, если не сотни миллионов людей в разных странах мира. Давайте смотреть, что происходит с точки зрения экономики. Люди не трудятся, не производятся продукты труда, промтовары, продовольственные и прочие. Соответственно, корпорации, фирмы от мала до велика терпят убытки. Продукты их труда не отправляются в другие страны на экспорт. Многие страны боятся и импорт не принимают. Хотя коронавирус 2-3 дня живет и не более того. Если посылка идет, скажем, 5-10 дней, никаких проблем точно не будет. Хотя я в других видео уже говорил, что можно дезинфицировать различным способом те предметы и товары, которые вы получаете из-за границы, например, азонаторами. Но у нас тоже такая проблема была в моих видах бизнеса. Некоторые товары идут с Китая. И, соответственно, оттуда мы не могли 3 недели с таможни забрать товары. Просто был некий беспредел, что называется. Ну, пусть из-за боязни частично, из-за паники. Тем не менее, есть факты. И так во многих странах мира товары не приходят как должны. Логистика страдает, бизнес, безусловно, страдает и убытки. Сейчас они уже оцениваются около 3 триллионов долларов. Потенциальные, я имею в виду, убытки, да? И, конечно же, они будут больше. А что это значит, что будет? Я расскажу чуть дальше. Но вирус добрался до России, до разных городов. Уже Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Москва, Подмосковье, Липецк и так далее. И, кстати, а знаете ли вы, что по закону, что те люди, которые побывали в странах или в регионах, где идет эпидемия и прилетели в свой город, скажем, да, России, обязаны самоизолироваться и уведомить власти о том, что они побывали в данном регионе и 14 дней должен быть полный жесткий карантин. И это надо по совести, а не по закону выполнять. Потому что это не только ваша безопасность, а безопасность людей, которые ни в чем не виноваты. И я советую сейчас не летать в эти страны, где есть эпидемия. И во многие другие страны лучше не летать, где есть зона риска, которая находится рядом с теми государствами, которые уже поражены. Поймите, что это ваша безопасность, ваших близких, детей, знакомых и всего народа в целом. Поэтому воздержитесь от всех этих поездок. Вполне можно без этого пережить. Пока. Определенное время пока не стихнет и не пойдет на уболь эпидемия. И, соответственно, это очень важная мера предосторожности. Но если вы уже прилетели, были там, находились, жили какое-то время, тогда самоизолируйтесь на 14-15 дней обязательно. И наблюдайте свое здоровье. Может быть, вызвать стоит, если любые подозрения лечащего врача. Ну и, соответственно, уведомить определенные службы в интернете, вы найдете легко какие. Это общая безопасность, это нужно учитывать. Кстати, за невыполнение вот этих условий есть, скажем, ответственность вплоть до уголовной. От больших штрафов до, если причинен ущерб здоровью, год. И если по причине, возникшей от вас эпидемии, появились смертельные случаи, до 5 лет лишения свободы. Это уже уголовная ответственность, 236-я статья, по-моему, об этом гласит. Самое плохое, что от этой формы коронавируса идут повторные заражения тех людей, кто уже перенес это заболевание. Во что это выльется в дальнейшем, будет зависеть от того, как он мутирует в человеке. Ну а как проявляется, соответственно, поражение коронавирусом, это стандартная схема для ОРВИ болезни. Это температура, кашель, это насморк, это, соответственно, упадок сил. Стандартно. Поэтому очень важно, чтобы отличить простое ОРВИ от коронавируса современного, то, соответственно, нужно серьезным образом сдавать анализы. У нас в стране очень хорошо дело обстоит с диагностикой. Благодаря тому, что и китайцы вовремя поделились с миром всей логистикой информации о вирусе. И в связи с тем, что у нас в стране очень хорошо работают службы диагностики. По крайней мере, в крупных городах. Но помните, что эпидемия в не таких больших масштабах была уже в 2002 году от близкого родственника нынешнего коронавируса. И будет дальше. Помните об этом. Но сейчас просто эта ситуация развивается еще вопрос экономический, социальный и политический. Это совершенно уже другая тема. Да, опасность есть. Помните, кстати, о правилах гигиены. Но сначала скажу про защиту. Маски, вот эти марлевые повязочки, которые вот воздуху так проходят с трех минимум сторон в эту маску, поймите, они только защищают отчасти вас, если на вас чихнул, ну рядом с вами находящийся носитель коронавируса, потому что слюни сопли, что называется, большей части останутся на маске. И тогда эти взвеси, микрочастички слюны полетят не так далеко, как если бы этой маски на зараженном человеке не было бы. Вот и все. Вас, здоровых людей, маски эти никак не защитят. Защитят вот такие профессиональные респираторы с картриджами, с угольными сетками, вот такие мощные, как строительные, профессиональные, с плотно облегающими контур тела уплотнителями. Вот это да, и я советую приобрести такие. Но поскольку коронавирус распространяется через воздушно-капельный путь, даже если когда человек чихнул, а маск у вас хороший есть, через слизистую глаз, поэтому в идеале очки, хотя они тоже в полной мере не защищают, но вот строительные силиконовые очки, скажем, которые полностью защищают глаза, это хороший вариант. Или такие маски-моноблоки, которые защищают и глаза, и, соответственно, органы дыхательных путей. Вот это хороший вариант. Правила гигиены, это всегда иметь с собой бутылочку, маленький пузырек спирта, скажем, обычного медицинского, ну, 99% спирта, которым надо протирать руки постоянно, если вы взяли деньги, какие-то предметы, за ручку в автобусе, троллейбусе взялись, за дверную в подъезде ручку, протирать их, свои дверные ручки в входных и межкомнатных дверях, дезинфицировать, соответственно, коврики в прихожих и так далее, парогенераторами обрабатывать, озонировать, что очень важно, озонаторы бытовые и портативные сейчас существуют, это очень хороший вариант, и так далее, и так далее. Поймите, эти меры предосторожности, обычные правила гигиены, сейчас люди, кстати, не очень хорошо их соблюдают во всем мире, как правило, да, и только отдельные взятые люди, перфекционисты, учитывают эти многие факторы, очень важные для каждого на самом деле, и то, что мы их не учитываем, это не нам плюс, это нам большой минус, я советую их учитывать. Я подробнейшим образом, например, и годы назад, и 10 лет назад об этом рассказывал в своих лекциях по паразитам, по гельминтозам, да, по заражению ленточными круглыми плоскими червями, когда я говорил о циклах поражения, да, которые передаются от животных к человеку, с предметов к человеку и так далее, из водоемов, и когда я говорил о прочих мерах заражения, так вот, посмотрите, я очень советую, потому что здесь все очень схоже, потому что правила гигиены едины, это постоянно чистые руки, это, естественно, защита тех зон, через которые коронавирус попадает в организм человека, от человека к человеку, и, соответственно, гигиена помещений. Постарайтесь по возможности, если у вас на то они есть, сидеть дома, постарайтесь, чтобы ваши дети не появлялись в тех местах, на регионах, смотря где вы живете, где уже появились очаги заражения, от греха подальше. Дома пусть сидят, вы сидите дома желательно. В учреждениях, на работе, в офисах, скажите вашему начальству, или вы начальству, если есть, слушайте, вдруг меня, повесьте хотя бы ультрафиолетовые стерилизаторы для воздуха. При включении ультрафиолетовых стерилизаторов, которые внутри корпуса защищающего человека от воздействия ультрафиолетовых лучей просто проходят в воздух путем нагнетания его вентиляторами, которые встроены в корпус ультрафиолетового такого прибора, они устанавливаются, вы знаете, видели, так и в детских учреждениях, больницах. Так вот, вешайте подобное и покупайте у себя на производствах, рабочих местах, в офисах, потому что это тоже защитит, это тоже профилактика, особенно входной группы, где гости или сотрудники входят на работу. Некая дезинфекция должна быть там, даже люди должны в тамбрах останавливаться минуты на 2-3, где концентрация обработки выше. Это не опасно для здоровья, напоминаю, озонирование опасно, то есть дышать при рабочих озонаторах нельзя. А при ультрафиолетовых стерилизаторах, которые защищены непрозрачным корпусом, и при непрозрачном корпусе ультрафиолетового стерилизатора, можно находиться при рабочем этом данном стерилизаторе. Итак, вакцин пока от коронавируса нет. Есть меры предосторожности, есть правила гигиены, есть контроль и выявление зараженных. Но что означает эта проблема для экономики многих стран мира и всего мира в целом, да? А очень много. Здесь кое о чем можно догадываться, но кое-что известно абсолютно, по крайней мере, логично. Итак, представьте, что будет происходить, когда страны не могут вывозить свои товары в другие многие страны, где уже отлаженные связи торгово-экономические. Они не могут, другими словами, продавать всю продукцию производимую. Значит, предприятия либо закрываются, либо уменьшают мощности, выгоняют, что называется, людей на улицы. Ну, многие безработными станут, если эта ситуация продлится долго. Нарастает, значит, кризис, дефицит товаров, может быть, продуктов в каких-то странах, цены на товары поднимаются, ну, а, соответственно, акции компаний падают в цене. Многие ведь разоряются. У многих были кредиты банковские, они не могут их выплачивать, не смогут через какое-то время. И тогда многие, даже крупные корпорации, во многих странах мира будут разоряться. А теперь представьте, китайцы через какое-то время объявят, что они полностью решили проблему распространения у себя в стране коронавируса, а до этого они станут закупать, скупать за бесценок многие те разорившиеся или полуразорившиеся компании, корпорации по всему миру. Благо, у них денег для этого и других возможностей достаточно. Итак, они все это будут скупать, а потом объявят зону благоприятной торговли, производств и так далее. Что тогда будет? А тогда будет следующее, что Китай станет самой ведущей экономикой, и не только экономикой мира, и со всеми вытекающими последствиями. Вот это вот будущее вполне возможно совсем недалекое. Поэтому кто знает на самом деле, посодействовали ли китайские власти распространению этого вируса, культивируя его в лабораториях, как было изначально объявлено некоторыми исследователями, блогерами и политиками, или нет? Но, по крайней мере, изучали его очень серьезно. А работают ли вообще специальные службы в разных странах мира над развитием вирусного и вообще инфекционного оружия? Конечно же, да. Ну, не будем обсуждать слухи сейчас. Я, конечно же, сделаю об этом еще отдельное видео. Поэтому, если хотите услышать дальнейшую аналитику и ходу развития событий вперед на шаг на два, то можете подписаться на мой канал и обязательно поставить колокольчик. Тогда, по крайней мере, вы будете получать уведомления на свою почту электронную о выходе моих новых видео. Если вы захотите по названию, прочтя, что за видео посмотреть, посмотрите, но не пропустите. Интересные видео скоро будут у меня опубликованы на новом открывающемся у меня канале. Об этом я сообщу в отдельном видео у себя на нынешнем канале, который вы сейчас смотрите. Ну и говоря о том, что же в перспективе будет, я полагаю, что в Европе эпидемии будут развиваться более активны. В России они будут развиваться активнее, но не так, как в Европе. В крупных скученных городах сильнее, чем в мелких и тем более в деревнях. На Ближнем Востоке эпидемии будут активно развиваться, опять-таки, из-за несоблюдения местными населениями, правил гигиены. Но, впрочем, поживем-увидим. Я сделаю впоследствии еще одно видео на эту тему. Ну и в завершение я хочу сказать. Значит, а какие меры лично вам, то есть всем нам надо принимать, по укреплению иммунитета, чтобы коронавирус либо нас вообще не поразил, даже если мы столкнемся с носителем, или, по крайней мере, не привел к печальным последствиям, да, что самое главное. А поэтому, дорогие друзья, запомните, что с вирусами можно бороться только укреплением иммунной системы. Потому что вот эти защитные клетки, лимфоциты, макрофаги и так далее, они могут уничтожать вирусы, если их достаточное количество, если они хорошо обучены иммунной системой и активны. А поэтому в моем блоге youfrallof.blog, сайт такой, в левой колоночке сверху, будет такое название. Коронавирус. Попадаете туда, заходите, и я там предложу варианты, мер, которые позволят укрепить иммунитет пошаговый. Что, какие препараты, продукты принимать, потреблять, а какие нет. И про это вы сможете там и прочесть. И, возможно, будет еще видео, которое вы сможете там посмотреть. Вот на этой страничке, на моем сайте youfrallof.blog. Советую это сделать. И тогда у вас, лично у вас, у вашей семьи будет план действий и меры безопасности. Что называется предупрежден, вооружен. Поэтому, дорогие друзья, думайте, анализируйте, не поддавайтесь, конечно же, никакой панике. Просто соблюдайте меры безопасности, правила гигиены, и просто живите разумно. Не рискуйте зазря. Это не стоит того, да? Но напоминаю, пока нет вакцин, крайне важно, крайне важно соблюдать комплекс мер, а это знание. Поэтому вот этими знаниями я сейчас с вами поделился. Вы сможете сделать себе некий конспект, и, соответственно, просто учитывать эти факторы и помочь тем самым своим знакомым рассказать им, посоветовать о мерах безопасности, о методах изоляции, контроля и иных мерах безопасности. Но здесь самое главное сейчас, вероятно, помимо прочего, и сказано мною, это укрепление иммунитета. А вот как это сделать, я расскажу вам подробно в моем блоге. Специально посвящу этому большое время и сделаю методичку. Ну вот, собственно, и все. Крепкого вам здоровья, уважаемые друзья, и до новых встреч. Всего хорошего.